Здравствуйте дорогие друзья! Продолжая тему старинных кладбищ, хочу рассказать вам про кладбище, находящееся рядом с Дмитровской церковью в селе Костомарова около города Советск, что в Тульской области. Но прежде чем рассказывать непосредственно о самом кладбище, хочу показать все это место целиком и отметить его необычность. Сначала смотрим на спутниковые карты и видим, что часть села Костомарова имеет форму полукруга, причем дома расположены по одной стороне улицы, внутри этой окружности, огородами в центр круга. Наше кладбище расположено как раз у края этого круга снаружи. Следующее это сам город Советск. Его история начинается в 1946 году со строительством Щекинской Гресс на реке Упа. Вот тут находится плотина, перекрывшая реку и поднявшая уровень воды примерно на 4 метра. При этом оказались затопленными сотни гектаров земли, территории с кладбищем и деревнями. Собственно видимое течение реки прекращается недалеко от села Крутицы Киреевского района Тульской области и далее вплоть до плотины. Без видимого течения это один уровень реки, передвигаться по которой можно только под парусом на моторе или веслах, то есть сплав по реке здесь не получится. От затопления еще больших территорий спасло только то, что здесь пересеченный рельеф местности и высота плотины Гресс не очень большая. Напротив самой Гресс есть три частных дома. До постройки плотины это было село Крюковка, часть которой ныне деревня Крюковка осталась на противоположном берегу. А напротив этих домов есть затопленное старинное кладбище и местные даже говорят, что в ясную тихую погоду видны надгробия. Мы там два раза плавали, но ничего не нашли. В Крюковке была церковь, но сегодня речь не об этом кладбище. Следующая церковь, точнее Юриевская часовня была в районе рыбхоза, примерно в этом месте. Про нее также рассказывали местные жители. Еще одна церковь была на улице Октябрьская в районе домов 1429. Следующая церковь находилась на месте нынешнего ДК. И наконец пятая церковь это Дмитровская церковь в селе Костомарова, возле которой и находится кладбище, о котором далее пойдет речь в этом фильме. На карте 1832 года мы видим знакомые изгибы реки. Остров образовался в результате подъема уровня воды и благодаря каналу, который местные называют взрывом, так как при рытье канала взрывали грунт. Кстати, по карте правее от взрыва располагается Дедиловский тракт. Остатки той старинной дороги можно найти там до сих пор. Обратите внимание, на этой карте 1832 года, да и не только на ней, указаны села Костомарова и Горячкино. Запомните этот момент, мы к нему сегодня еще не раз вернемся. Теперь ознакомимся с официальной информацией касательно последних двух церквей. Читаем книгу «Приходы и церкви Тульской епархии. Извлечение из церковно-приходских летописей». Издание Тула 1895 года. На странице 522. Село Высшее Костомарова расположено на возвышенности при реке Упе в 35 верстах от Тулы и в 30 от Крапивны. По преданию, приход получил свое название по фамилии прежнего владельца местности князя Костомарова. Церковь в селе Высшем Костомарове была прежде деревянная, но в 1811 году она сгорела и заменена была каменную во имя святителя Николая. Произведенный в окончательное устройство только в 1818 году на средство помещика Жданова. В 1854 году к церкви были пристроены колокольня и предел во имя святого Дмитрия Ростовского. В 1879 году устроен вокруг храма каменная ограда. На сельском кладбище имеется каменная усыпальница. С 1864 года в селе существует земская школа. Далее, на странице 523 читаем еще интересный момент. Костомарова Нижняя, Горячкино Тож. Село Нижняя Костомарова расположено при реке Упе в 33 верстах от Тулы и в таком же расстоянии от Крапивны. По преданию, название село получило от того же владельца, который дал имя селу Высшему Костомарову. Название же Горячкино неизвестного происхождения. Храм в селе во имя Всемилостивого Спаса, каменный, построен в 1773 году на средства помещиков-прихожан Ивана Никитича Крюкова и Алексея Ивановича Бурцева. Иконостас в нем возобновлен в 1856 году, а в 1864 году устроена возле храма каменная ограда. С ноября 1893 года в селе имеется школа грамоты. Конец краткой официальной исторической справки. Итак, из официальной информации мы выясняем, что оказывается существовало два села Костомарова, Верхняя и Нижняя. Однако, ни на одной старинной карте Нижнего Костомарова не обозначено. Обозначено просто Костомарова на месте Высшего Костомарова и Горячкино на месте Нижнего Костомарова. Причем на картах до 1816 года обозначены села Никольска и Костомарова. А с 1816 года село Никольское на картах обозначается как Горячкино. И только на карте 1874 года рядом с Костомаровым обозначено Горячкино и в скобках указано Никольское. Логично предположить, что Высшее Костомарова это современное село Костомарова, а Горячкино и Никольское это одно и то же село, которое со временем переименовали. Причина смены названия неизвестна. Однако вопрос о Нижнем Костомарове это не закрывает. Тут хочу отметить, что возле современного города Советска есть деревня Горячкино, которая до революции называлась Горячинские выселки. То есть нужно понимать, что это не то же самое село Горячкино. Вы еще не запутались? Тогда продолжаем далее. В селе Горячкино, оно же Никольское, ныне город Советск, как я уже сказал ранее, было несколько своих церквей, причем одна из них располагалась на месте нынешнего ДК. И возле этой церкви также было кладбище. Это по официальным документам. А по рассказам местных, кладбище в Костомарово тянулось аж до современного парка возле ДК. И все эти новые дома стоят прямо на костях. То есть это кладбище, располагавшееся возле села, территориально было большее, чем самое большое в губернском центре. И это в один временной период. Про Всесвятское кладбище в Туле уже вышел фильм. Если кто не видел, посмотрите сами и сравните. Ссылочка будет в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». То есть, понимаете, друзья, было два храма, стоящие в непосредственной близости друг от друга, можно сказать, по обе стороны от кладбища. Причем один снесли полностью, а другой стоял в развалинах, пока его не передали РПЦ в 90-х годах XX века. Также должен отметить такой интересный момент, что в упомянутой книге «Приходы церкви Тульской епархии» и страницы 523 Крюковка обозначена как деревня, входящая в состав прихода Нижнего Костомарова. При этом в Крюковке есть свое кладбище и была своя церковь. Кто и кого дурачил этой книгой в 1895 году, непонятно. Ну а о достоверности сведений в ней я уже неоднократно высказывался. А ведь на этой книге и ей подобных и строится официальная история, и пишутся учебники, а потом нам говорят, раз в книжках так написано, значит это правильно. Но самое непонятное, так это то, что в селе, стоящем на холмистых берегах реки Упа, имеется 5 церквей. Да, можно, конечно, сказать, что причудливый рельеф местности в этих краях сделан самой природой, и 5 церквей просто случайно стоят рядом вдоль реки. Однако, если учесть размеры старинного кладбища в Костомарова и затопленного в Крюковке, то невольно задумываешься о количестве людей, тут проживавших, которые чем-то занимались на такой маленькой территории, очень неудобной для земледелия. И вполне возможно, что место для водохранилища также было выбрано не случайно, и под его водами скрыто не только кладбище в Крюковке, но и что-то еще. Друзья, у меня есть много различной информации по этому месту. Например, здесь есть так называемая крепость звезда, есть древняя дорога, очень много глины и еще много всего. И подробный фильм о Советске и его окрестностях обязательно выйдет на нашем канале после проверки и уточнения всей имеющейся информации. Кстати, если вам уже сейчас что-то известно, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Вы можете помочь расследованию этой запутанной историей. А сейчас, наконец, давайте посмотрим на то, ради чего мы сюда пришли. На кладбище возле Дмитровской церкви. Это, собственно, сама церковь. Кстати, ее алтарь направлен на северо-восток. А это кладбище при ней, точнее то, что от него осталось. Самое старое захоронение, которое удалось найти, это 1866 и 1868 годы. Возможно, есть и старше, но большинство дат прочитать не представляется возможным без применения специальной оптики. Поливание водой помогает не всегда, а штриховать карандашом по бумаге вообще не помогло ни разу. В фильмах про Спаска и Чулковское кладбище эти моменты показаны. Друзья, хочу обратить ваше внимание на такой интересный момент. Захоронения ориентированы ногами на северо-восток. Причем это не одно такое надгробие. Все надгробия, которые расположены рядами, ориентированы на северо-восток. Это важное замечание, так как уточняет сам механизм катаклизма 19 века. Надгробие в большинстве своем отливка. Надписи есть не везде, а там, где они есть, то не везде читаются. Очень много расколотых надгробий или заваленных набок. Вот еще интересно, у прихрамовой постройки есть контрфорсы. Причем это не здание самой церкви, это какие-то хозяйственные постройки, возможно домик сторожа, возможно просто сарай. Это построено уже было после того, как храм начали реставрировать. Когда я тут лазил под сыном, то было только одно заброшенное здание церкви, и никаких окружающих его построек не было. Дерево, предположительно ива, явно около 200 лет. Причем оно почему-то не растет прямо, а правильно нагнуто на юг-восток, и толстый ствол снизу. Выше имеет много более молодых попегов, как будто дерево была удалена крона. Кстати, кронирование деревьев наносит им огромный урон, и не каждое дерево способно его пережить. По архивным документам, где-то на этом кладбище был расположен склеп. Видимо, это его остатки. Черные, не знаю, что за камень, но судя по однородности на сколах, так же отливка, только более дорогая, чем остальные. А розовый камень похож на натуральный гранит. В черных камнях имеется такое квадратное монтажное отверстие. А в гранитном оно круглое. КОНЕЦ КОНЕЦ Также обратите внимание на округлую выемку в черном надгробии, видимо для фотографии. Для отливки большинства надгробий на этом кладбище использовался материал на основе извести и уже позже цемента. С Ирминсулем не попалось ни одного надгробия, зато с солярными символами их предостаточно. Причем, не все присутствующие надгробия имеют солярные символы. То же самое можно сказать о христианской символике. Она встречается не на каждом надгробии. Однако конструктивно надгробия, как с христианской символикой, с солярными символами, так и без них. Они очень похожи и выполнены из одинакового материала. Также хочу заметить, что на большинстве надгробий христианская символика процарапана, в то время как солярные символы литые сразу при изготовлении. Процарапанных солярных символов нам не попалось ни разу. А вам, друзья? Если вы видели процарапанные солярные символы, напишите, пожалуйста, в комментариях, где именно вы их видели. Также на кладбище имеется очень много природных камней, которые, судя по всему, также использовались в качестве памятников. Некоторые камни – это реальные природные валуны. Некоторые – непонятного происхождения. То ли осколки литых, более крупных, то ли просто сразу камни из карьера. Также поражает большое количество ям на кладбище. Нельзя сказать, что тут многолюдно. Но люди вокруг все же есть, село живое, по дороге то и дело ездят автомобили. И маловероятно, что эти ямы накопали мародеры. Насколько нам известно, официальных раскопок тут никогда не было. Но здесь я могу ошибаться. Если вы что-то знаете о раскопках на этом кладбище, то прошу сообщить, когда и кем они проводились. Таким образом, возникает вопрос о происхождении этих ям. Учитывая, что кладбищу как минимум 150 лет. А обвал могил происходит в первый год-два после похорон. И обычно затем родственники поправляют могилку, подсыпая землю. Итак, подытоживая увиденное, могу сказать к вопросу о том, почему мы не помним своего прошлого. При таком отношении, даже к нашей недавней истории, в середине 19 века, это неудивительно. Что никто ничего не знает о происходившем. И где их предки дали прабабок и прадедов. А что же тогда говорить о начале 19 века и более ранних периодах. Вы сами все видите. Все памятники валяются кое-как. На них растет мох и трава, которые не добавляют им свежести. Что-то расхищается на строительство, что-то разбивается вандалами. При таком отношении уже лет через 10 от кладбища останется только воспоминание. И этот участок, кстати, по кадастровой разметке, ни за кем на сегодня не закрепленный. Этот участок уйдет с молотка под очередные коттеджи. Друзья, сегодня мы коснулись эпизода истории, которого вроде как бы и не было. И отметили очень важный момент – ориентация могил на северо-восток. А также подтвердили наблюдения, ранее выполненные на других кладбищах. Про отливку надгробий и символику. Рассказ о том, что это значит и какие выводы из этого следуют, будет в другом большом фильме, который как раз сейчас готовится. В нем будет рассказ о хронологии событий 19 века и объяснение фактов. На этом я благодарю вас за внимание. Не прощаюсь. Впереди еще много интересного. Всего вам доброго. До свидания.